Привет всем! Сегодняшнее видео будет о гелиш-маникюре. О маникюре с помощью вот этого гелиш-лака. И вообще, да, сейчас так серовато достаточно. Если бы вы видели то, что я сейчас вижу за окном, просто вау, там такая сказка, уже второй день идёт такой мокрый, тяжеловатый снег, и просто все деревья в снегу, просто волосы тоже, видимо, все в снегу. Просто нереальная сказка вообще, как на картинке. Вот. Итак, есть в магазинах много разных средств, ламп и так далее, чего можно купить для использования гелиш- вот этого маникюра, да. У меня вот такая вот штуковина Depend или Depend? Depend, наверное, гель-лак. Это всё комплект. Я вам сейчас покажу всё, что в него входит. Для жителей Прибалтики скажу, что это можно купить в магазине Реми. То есть в обычном, это, расскажу это, обычный продуктовый гипермаркет. В отделе с косметикой продаётся такая штуковина, и этот набор стоит около 30 лат. То есть что-то меньше 50 евро он приблизительно стоит. Кстати, мы с 1 января переходим на евро, так что, да, мы будем полноценной Европой. Вот. Значит, для тех, кто не знает, что такое маникюр с помощью гелиша, гелевого лака, рассказываю. Это альтернатива, скажем, гелевому наращиванию ногтей. Свой ноготь так не портится. Значит, у меня сейчас на ногтях вот такой вот синий гелиш. Я красила его ровно неделю назад. Я не думаю, что камера передаст, да, но он до сих пор идеальный. То есть за неделю ничего с ним не произошло, и снимать я его пока не планирую. Я думаю, я ещё несколько дней с ним похожу, потом сниму его просто потому, что мне надоедает так долго ходить с одним лаком. Но, то есть я веду полноценный образ жизни женщины. Я мою, готовлю, убираю, что-то делаю руками, и всё это держится. То есть мне кажется, для нас это очень важно, что не надо каждый день перекрашивать ногти. Вот. Значит, в чём принцип? Свои ногти, подстриженные, запиленные так, как нравится, да, мы их немножечко полируем, скажем так. Мы не спиливаем ни в коем случае ногтевую пластину, ничего, да. Мы их полируем, и дальше используем базовое средство, сушим в лампе, цвет сушим в лампе, ещё раз цвет, если хочется, сушим в лампе, сверху топ, топовое покрытие, сушим в лампе, всё. Это, конечно, занимает немножко больше времени, чем обычный маникюр с обычным лаком, да, потому что есть эта лампа, с гелевым лаком нужно быть аккуратнее, он более такой вязкий, что ли, нужно более точно наносить его, но приноровившись, после двух-трёх раз будет получаться отлично у всех, там нет ничего сложного, да. Сейчас я вам покажу, что входит в мой вот этот вот наборчик, да. Значит, у меня есть два цветных лака, да, их я вам покажу чуть позже. Значит, входит, собственно говоря, инструкция, это не суть важная, да, входит у нас адаптер для лампы, такой вот, естественно, самое важное, это сама лампа, вот такая вот она у меня, сейчас мы её опачки откроем. Лампы бывают разные, побольше, поменьше, да, у меня такая самая, наверное, маленькая, то есть это элементарно подключается к сети, вот здесь вот, да, дырочка к сети подключаем, здесь кнопка on-off, и здесь кнопка или 30 или 60 секунд мы держим, да. Везде в инструкции к этому набору написано, что один слой нужно держать 30 секунд, но я держу каждый слой по 60 секунд, мне кажется, так будет надёжнее, да, и как бы 30 секунд погоды не играют. Значит, тут у меня уже немножко заляпанная, да, видно, что пользуюсь, принцип такой, накрасили слой, включили он, поставили, вот так вот, да, 4 пальчика и сушим. Можно исхитриться положить и все 5, но это неудобно, обычно я делаю так, покрасила большой палец, положила, посушила, покрасила остальные, положила, посушила. С гелищем нужно быть аккуратным, чтобы на коже ногтя, да, не оставался этот лак, потому что когда вы его кладёте в лампу, если на коже осталось немножко лака, где-то вы промазали маленечко, да, то это будет всё пощипывать и покалывать, не надо этого пугаться. И в этой лампе что хорошо, она вот так вот переворачивается, то есть вот здесь вот. Это хорошо для педикюра, потому что можно держать так, то есть у нас здесь на полу стоит нога или где-то, да, и мы так держим. Потому что, опять-таки, да, сюда ноги не очень удобно складывать. Здесь достаточно узкое пространство для пальчиков рук отлично, для ног может быть проблематично, может задеваться, царапаться, да. То есть вот такая вот совершенно нормальная обычная LED лампа ультрафиолетовая, с помощью которой мы сушим наш гелищ. Дальше что у нас идёт, такая вот брошюрочка, да, про всё это там, такая брошюрочка. Так, ещё одна, ну, это вся инструкция на латышском языке, потому что во всех этих брошюрках, естественно, на латышском языке ничего нет. И идёт у нас здесь такой вот наборчик, сейчас я вам покажу, что это за наборчик. Значит, у нас здесь, опачки, есть первый шаг. Чистка до и после, то есть мы наносим на ватный диск, протираем ногти до того, как мы начали что-то делать, потом уже наносим все там базы и так далее. И когда мы всё заканчили, мы тоже сверху протираем. Это такой обезжириватель, сушитель, что-то такое, да. Потом второй шаг. Основа. Вот такая вот маленькая основа, обычная прозрачная. Нанесли, посушили, молодцы, работаем дальше, да. То есть эти все, у всех этих средств консистенции и вязки. Вот такая вот маленькая-маленькая кисточка. Но работать ей достаточно удобно. Во всяком случае у меня получается. Запах у всех этих средств не такой, как у обычного лака. Очень резкий. Но, в принципе, он не заполняет всю комнату так, как обычный лак. Или как ацетон, да, как всё то, чем мы мажем свои ногти. Вот такой вот четвёртый шаг. Это топ. Топовое покрытие. Абсолютно, в принципе, похоже на базу. Вероятно, отличается только по спин-свойствам. И ещё здесь есть такая маленькая-маленькая пилочка двухсторонняя. Запиливать ногти, да, заравнивать. Мне кажется, что она слишком жёсткая. Просто пилить ногти, да, ей нормально. Но подчищать ногтевую пластину нет. И здесь есть маленькая апельсиновая палочка, чтобы аккуратненько всё это делать. Так, и есть у меня два лака. Вот такой вот рыженький. Это покупалось уже отдельно. Один лак такой стоит в среднем около пяти евро. Где-то так. И такой вот синий, который у меня сейчас на ногтях. То есть вот это вот в два слоя. Вот. Что я вам могу сказать, что я делаю ещё? Поскольку гели, шлаки, они достаточно дорогие. Если сравнивать с обычными лаками, да, предположим. Плюс цвета у них, ну, всякие разные бывают, конечно. Но может быть выбор не такой большой, да. Тем более вот эта фирма Depend, они ещё, скажем так, дешёвые. Если покупать фирму Гелиш, фирму... Ещё есть какая-то вот... Какая-то ещё фирма, в которой пользуются все маникюрши. Там цена одной бутылочки может доходить, да, до 20 евро. Это всё-таки дороговато за лак. Тем более, если ты не используешь его в промышленных масштабах, а только для своих личных целей, да. Что я открыла? Я использую все вот эти базы топы. Цвет наношу обычный свой лак. Любой, который мне хочется нанести, да. Любой свой лак наношу, и всё у меня прекрасно. Жду чуть-чуть, пока он сам засохнет, да, подсохнет. Или пользуюсь сушкой. Сверху наношу топ, и всё прекрасно. То есть никаких проблем с этим нет. Как нужно снимать Гелиш, да? Гелиш мы снимаем так. Можно купить специальное средство для снятия Гелиша. Ну, в принципе, там система такая же. Можно брать, например, любой ацетон обычную. Обычную смывалку для лака. Берём ватку. Обычный ватный диск мы разрезаем на 4 части. Берём вот одну эту четвертинку. Смачиваем её так добротно в ацетоне. Прикладываем на ноготь. Заматываем сверху фольгой крепенько так. И делаем так все ногти. Держим минутки, ну 5 минут на всякий случай. И потом так достаточно так силой вот это так снимаем. И всё. Всё, Гелиш сошёл. Конечно, кто сидит постоянно на Гелише, делает один за одним, один за одним. Но мне кажется, стоит, есть смысл делать перерывы. Потому что, ну, конечно, это всё не так хорошо. Да? Ну, в принципе, обычный, обычный лак тоже ничего хорошего ногтям не приносит. Вот. Поэтому нужно, конечно, в этом смысле знать меру. Не нужно ни в коем случае пытаться, если у вас где-то зацепилось, пытаться содрать его так. Потому что он сходит с верхним слоем ногтя. Это очень плохо. Ногти истончаются. Это никому не надо. Что я ещё могу посоветовать? На таких сайтах типа Buying Coins, да, дешёвые китайские сайты, лампу можно купить примерно за 10 долларов. Да? Вот эти все топы, гели и прочее, прочее, сейчас я знаю, есть у Essence. У Essence есть вот это базовое и топовое покрытие гелиши, да, для обычных именно лаков. То есть этот набор можно собрать себе очень легко. Купить лампу, например, на Buying Coins, купить вот эти все средства и делать себе гелиш-маникюр просто вот так вот. Мне кажется, когда особенно, что я лампы машу, да, тут, мне кажется, когда особенно хорош гелиш, это в поездках. То есть если мы едем в отпуск, да, например, на неделю, на две недели, мы себе перед отъездом забабахали маникюр, и мы совершенно не волнуемся. Мы там купаемся, ходим в баню, ещё, 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 да. У нас всегда прекрасные ногти, как на руках, так и на ногах, да. Да, приехали уже через там неделю-две, сняли, и всё у нас замечательно. Это отличный вариант. Также отличный вариант для женщин, мне кажется, с детьми, да, кто постоянно там... Ну и вообще для любой нормальной женщины, которая дома чем-то занимается, если ты моешь, убираешь и всё это делаешь, ещё за ребёнком следишь, проще, мне кажется, найти 30 минут в неделю и сделать себе вот это, или сходить, например, на маникюр, да, гелиш, и потом две недели не мучиться. Скажем так, если мы ищем выгоду, да, естественно, финансовую, у нас в среднем сходить один раз, сделать себе гелиш, маникюр стоит около 10 евро, да. У меня эта штуковина уже полгода где-то, да, где-то полгода, я весной её покупала. Естественно, я сделала очень много раз себе и маникюр, и педикюр, и всё на свете. Надо, то есть маникюр у нас стоит с гелишем где-то 10 евро, педикюр стоит где-то 15 евро, может быть, 20. Вот, я считаю, что это очень-очень выгодное положение, даёт тебе какую-то независимость, свободу в этом плане. Мне кажется, очень хороший вариант для домашнего использования. Это было всё про гелиш, надеюсь, вам было интересно. Спасибо за внимание, и до новых-новых встреч! А-та-та!